В Москве прошел третий форум городов атомной энергетики и промышленности. Это ключевое мероприятие госкорпорации «Росатом», куда приглашаются главы городов и руководители городообразующих предприятий. Среди участников оказалась и делегация Ульяновской области. Сергей Морозов выступил на пленарном заседании, где озвучил предложения по развитию и повышению качества жизни в городах атомной отрасли. Глава региона предложил включить города «Росатомов», приоритетные национальные проекты здравоохранения и безопасные качественные дороги, а также федеральный проект «Умный город». По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Деметроград, безусловно, ждет совершенно новый качественный виток развития. Это обусловлено и предстоящим открытием Центра протонной медицины, и теми новыми стандартами качества жизни, повышения городской среды, которые в целом принимаются в стране, и в том числе в городах присутствия госкорпорации «Росатом». Также глава региона предложил приступить к формированию Федерального научно-образовательного центра персонализированной медицины и ядерных технологий для лечения онкологических заболеваний на территории нашей области. Ключевым объектом станет Центр медицинской радиологии в Димитровграде. «Сегодня ФМБ России и Сергей Иванович Морозов, ряд других губернаторов, Росатом, Роскосмос, Минобороны поднимают этот вопрос на уровень правительства Российской Федерации и отрабатывают в поисках решений, причем решений законодательных, решений в изменении нормативных правовых актов, которые бы обеспечивали и возможность финансировать деятельность медучреждений из региональных бюджетов и обеспечить наполнение программ по модернизации медоборудования в медсадчастях ФМБ России и работающих в населении». И работа по улучшению жизни димитровградцев уже началась. К примеру, на средства, полученные по федеральной программе поддержки инновационных кластеров, проведены реконструкции и оснащения стадиона «Строитель», создан комплекс современной образования, библиотечный интеллектуальный центр, построен ФОК «Победа», создан Центр молодежного инновационного творчества «Прогресс» и благоустроен парк «Западный». Работа продолжится и в этом году.